Какие новости? Ну вот Говорю, что собираюсь считать сейчас роман Это меня подвигло, что у меня ночью Попала в совершенно немыслимую ситуацию Проник какой-то вирус в гости защиты Мне на компьютер И стер сын Люцифера Ну можете себе такое представить? Больше ничего не тронул Но мне тут-то было, у меня он был на флешке Поэтому я восстановил Но вообще сам факт Ну то есть мистика просто самая настоящая То есть вообще я посмотрю И где этот вообще? Нету Как нету? Ну вот нету Ну я запустил эту программу проверку вируса Там она обнаружила, что появился вирус там какой-то там Очень опасный Ну уничтожили его Но он все что сделал этот опасный вирус Это стер сын Люцифера Больше он ничего не тронул Вот как хотите к этому так относитесь Вообще касательно Так как время есть Новости-то нет сегодня Можно отвлечься чуть-чуть Поговорить о совпадениях Вот Я писал в пирамиде Могу повторить, что не читал Что вот если предположить Что существуют Скажем высшие силы И они как-то вмешиваются Ну влияют там Пытаются воздействовать на ситуацию Но так, чтобы Остаться незамеченным Вот как они будут действовать Ну Очень просто То есть Они смогут сделать так Что каждое событие Которое Происходит под их так сказать Влиянием Оно будет казаться случайностью Ну вот стер у меня вирус Ну случайность Ну и кажется Можно ли вот Так сказать Обнаружить Их присутствие Но кажется Что вроде бы нет Потому что Так как они всемогущие То любое событие Они смогут сделать так Что будет казаться случайностью Но не тут-то было Поймать дьявола за ход Все-таки можно На мой взгляд Что да Каждое отдельное событие Случайность Но нарушается Общая событийная картина Вокруг Субъекта воздействия Вероятностная То есть Случайностей становится Слишком многим Что это псевдослучайности Прекидывающиеся случайностью Что неизбежно нарушается Вероятностная событийная картина Вокруг Объекта воздействия Случайностей На каком-то этапе Становится слишком много И вот это Нарушение Статистики Оно может свидетельствовать о том Что ты объект воздействия Вот я могу сказать Следующее Про себя Что когда я скрывался Это самое 8 лет же Я скрывался Да Или 6 Я уже сбился За счёт Но очень долго И вот я жил на квартире Представлю Представьте себе ситуацию Вот ты живёшь Ищут тебе все спецслужбы Всего мира Причём говорили Что меня никто не ищет Это враньё То есть Меня искали очень активно И вот я уже тоже говорил И писал До смешного Что вот Когда там меня привезли Первый раз С презентацией Искушением К приставу В их логово Притащили И вот меня там Этот Главный у них там Опер Чудо ли не на шею Кинулся От радости Что Сергей Пантелеевич Вообще Как же я мечтал Всё время с вами увидеться Я входил в эту группу Которая вас искала И мы каждый день собирались У нас такой был целый штаб И была вся Москва И там вся Россия Там или я не знаю Весь мир По-моему Ну не помню Истыкнув флажками И вот мы там Отслеживали Каждый день Всё флажки Передвигали Где вы там Что вы там Ну и так далее Ну вот представьте себе Ну да Вот ещё раз Чтобы эту тему закрыть Ну вот тоже спрашивали Тоже Многие писали Опять-таки Вот как же это Я там скрывался Меня никто не искал Как же вот это так Что меня не могли найти Так долго Но на самом деле У меня была своя спецслужба Из бывших сотрудников Семёрки по-моему Это управление КГП Которое они За дипломатами Раньше работали То есть это Суперпрофессионалы Очень высокого класса Выше чем нынешние Которые там Молодые Неопытные Плюс ещё там Сейчас зарплаты не платят Сейчас отношения Такое раздолбайское Ну а эти-то профи Ну они знают Все эти выходы-выходы Ну вот если у тебя Вот как можно человека найти Ну Ведь нет уже точных данных Есть какая-то Появляется какая-то информация Что вроде бы он здесь В этом районе Ну ставится наружка Ну наружка Что такое наружка Наружное наблюдение Несколько машин Ну так как эти такие же Они сами из наружки Они сразу же их видят Вообще Профессионалы Их сразу Определяют мгновенно Достаточно опыта Они мгновенно определяются Ну вот они видят Что появилась наружка Все Они исчезают Они мне сообщают Исчезают Они знают Что у них там наряд На неделю что Ну Я говорю примерно А то меня сейчас ещё уличат Что я там Раскрываю тайны В общем Наружного наблюдения Я уже не помню А так говорю Примерно Ну вот они появляются На неделю А эти знаешь У них наряд на неделю Скажем Всё На неделю Исчезают Ну эти стоят Неделю Никакого движения А ведь уверенности Что я здесь нету Это просто там На уровне Предположений Ну что дальше стоять Это же дорого Там масса машин Задействованы Ну они исчезают Ну нету Человека Всё Эти смотрят Исчезли Появляются То есть так очень Сложный человек На самом деле Это конечно Дорогое развлечение Должна целая Спецслужба быть Альтернативная Но при таком подходе Профессиональном Человека поймать Очень сложно Вот это Собственно Этим объясняется Что меня так долго искали Ну так вот Представляете Вот вы всё равно Скрываетесь Ну хотя у меня С психикой Всё нормально Но всё равно Это же напряжённое Всё время состояние К каждому шороху Прислушиваешься Там малейший звонок В дверь напрягает Там всё что хочешь Может быть Ну и вот вокруг меня Творилось Ну немыслимое что-то Вот вообще Ну представьте себе ситуацию То вот это самое Сижу я Спаю Шплю Шести до десяти Вечером Я два раза в сутки Сплю по четыре часа Всю жизнь Шести до десяти Утром И шести до десяти Вечером Ну вот Я только лёг спать Где-то в шесть Звонок Дверь Ну у меня там Монитор Там такой был Домофон С монитором Стою Подхожу Там Какая-то баба Вообще У меня звук выходит Что-то там Вообще Прямо Какая-то вся нервная Суетится Смотрю Чего ей бабе надо От меня Вообще Посуетилась Посуетилась И куда-то убежала Ну всё уже Не заснёшь больше На нервах Всё Нервяк Ну поворачивался Поворачивался Вижу Больше не заснул А лето А лето было Стою Ладно Думаю Сделаю Зарядку У меня там тоже Был целый Спортзал Оборудован Тогда ещё Деньги были И там было Несколько тренажёров И в частности Такой Знаете Гребля Ну сажусь Я гребу Вдруг Вижу Сверху трос Спускается Падает И спецназ Вообще Спецнётки Быстро-быстро По тросу Я там в полном шоке Так замираю Вон так Дудар ниже И куда-то вообще В бездну проваливается Выясняется Что это вообще Тянули какую-то там Устанавливали спутниковую антенну Эта баба ходила Всех предупреждала Что это не воры Чтобы не пугались Вообще Этот спецназ Просто был какой-то там Этот Который тянул шнур Вы можете себе такое представить У вас такое Когда-нибудь в жизни было Далее Звонит мне Следующее Звонит мне Охранники Снизу И говорят Все Сергей Пантелеич Дом отцеплен У вашего подъезда Стоит группа захвата Все И вешаю трубку Ну вообще Аут полный Там как разрыв Сердца не получил Ну я сразу Там все уничтожаю Там все стираю Компьютеры Бумаги Рву там все Ну все Сейчас придут Не идут Проходит время Полчаса Час Но не идут Эти меня звонят Вообще опять Песок знает Вообще не идут Что-то Может они не знают Квартиру Но говорит Мы не будем разговаривать Потому что там могут засечь Бросают трубку Вечер наступает Я боюсь Свет включать Но думаю Может они не знают Что я дома Сейчас придут Сейчас придут Вообще А так думаю Что у меня дома Нет Ждут пока я появлюсь Проходит так Неделя Вообще Я там свет Не включаю Пребываю В каком-то Кошмаре Вообще И продукты У меня все Кончились Я тут голодный Сижу Вообще Через неделю Вижу А эти так и стоят Вообще Эти меня звонят Говорят Так и стоят Группа захвата Оцеплены Все То есть Непонятная ситуация То есть Не знают Наверное Хотя они должны были Пойти Могли пойти По квартирам Непонятная ситуация Через неделю По телевизору Показывают В новостях Во всех Что в моем подъезде Жили какие-то чечены Которые хранили Склад оружия И это их брали Вообще И мы их варки так и приняли Вот они их ждали Они не появляли Все они варки Там красавка была в доме И вот их варки Показывали Как их приняли Господи боже Вообще Ну можете себе такое представить Но это вообще Просто немыслимо Ну что они выбрали Эти чечены Именно мой подъезд Далее Выглядываю Какая-то суета Слышу внизу Там какой-то колдеж Вообще Шум какой-то Ну выглядываю Осторожно Пожарные машины Все устали В соседнем окне Пожар Мать твою Вообще Ну лезут Вообще Этот пожарник Лезет Прям чуть ли не ко мне По этим лестницам Ну вот То соседнее Вообще окно Господи Думаю сейчас окно Перепутает Ко мне залезет Или там Потом сижу Думаю Сейчас вообще Там пожар бушует Сейчас тут Меня сразу Воображение Служливо Нарисовало кучу бед Что сейчас Что сейчас Прогорит Прогорит Проводка Сейчас И Жека Придут Менять Вообще А я же Тут не могу Открыть Сейчас Прогорит Стена Там Они сюда Попадут Ну а нет Вообще Стена не прогорела Проводка Тоже Там Что-то там Было с электричеством Но Жеку Кофигу Все это Никто там Прибежал Мне спасать Плюс Потом Было Это самое Враз Это украю Квартиру А покраили На моей Лестничной площадке Ну вот я это не придумываю Это правда Ты просто вот рассказываешь Вот я сейчас сам рассказываю Чувствую Что все звучит Как какой-то анекдот Это не анекдот Это все было реально Квартиру обокрали На моей Лестничной площадке А когда квартиру Обокрали Менты же звонят По всем этим По всем соседям Что может вы что Видели Слышали Мне названивали Там битый час Я там тоже Через монитор На этих ментов Смотрел В ужасе Вообще Думаю Господи Чем это мне надо А я же не знал Что квартиру обокрали Потом только выяснилось То какие-то эти Потом с этими Тоже звоню Звонят Смотрю Какие-то менты С автоматами Эти Как их там Ну как они называются Сигнализация Сработала сигнализация Якобы У меня здесь вообще Не было сигнализации Я специально Когда въезжал Выяснял Я все эти штучки знаю Выясняли Что тут нет сигнализации Какая тут могла сигнализация Сработала Сработала сигнализация То какой-то дед Вообще прицепился Ну ладно Уже закончу Это Ну вот просто Вот это все реалии Вот так вот было Вообще Вот как Случайностями все считать То какой-то дед Прицепился Вот я ложу спать 6 часов А он 7 часов является И звонит дверь мне полчаса Выяснилось потом Что Тоже какой-то интернет Там устанавливает Какая-то фирма В этом доме Хотела интернет И вот она Наняла этого деда Чтобы он ходил И всем рекламировал Это их фирму Чтобы они протянули Себе этот интернет Этот идиот дед Являлся ко мне Строго по расписанию На протяжении Недели-двух По-моему Ровно в 7 часов Ну Идиот вообще Ну Ну если человека Нет в 7 часов Вот раз ты пришел Ну не открывает Ну два Ну может быть он приходит В полвосьмого Ну ты хоть в полвосьмого Приди до разнообразия Не Строго в 7 часов Минут 10 звонит Будет меня И уходит И так на протяжении Ну там по-моему Ну больше там Недели точно Ну королу полно Такие вот В моей жизни Были моменты Это насчет совпадений И вот как их считать Ну вот это уже Вот это количество Совпадений Там еще были По мелочи Просто уже Ну даже нет смысла Рассказывать Потому что на фоне этого Это уже превращается В какой-то фарс Ну все это было реально Ну вот как к этому Относиться То есть совершенно ясно Что эта статистическая Картина Случайностей Ну нарушена Просто ну Ну совершенно полностью Искажена Что у нормального человека Такого не бывает Ну человек может Прожить всю жизнь И у него там Я не знаю На площадке не будет кражи Или там пожар В соседнем доме В соседнем окне Тоже не будет Ну не говоря уже Обо всем остальном Ну то есть Но тем не менее У меня это все Имело место быть